Насколько реально людям с инвалидностью выпить кофе на летней площадке ресторана? Черновицкие активисты и представители мэрии проверили центральную улицу своего города. Что из этого вышло, узнаем от Ольги Поломарюк. Сын Оксаны Драчковской в инвалидной коляске. Сходить в кино или хотя бы выйти с ребенком в кафе для женщины настоящий квест. Тащить коляску нередко приходится через огромные лестницы, даже если есть пандус. Мы очень часто связываемся с тем, что пандус делают для галочки. Вот так, как они себе думают. Здесь не могут быть пандусы. Больше часто это просто несколько дождей или металличные рейки, которые кинутся там в сходе. Только немногие здания в Черновцах оборудованы пандусами. Чтобы изменить ситуацию, общественные активисты и чиновники провели рейд. Первая летняя площадка и сразу нарушение. Владелец о пандусе вообще забыл. Почему у вас нет пандуса? Мы успели сделать. Вот есть и вечер был готов. В этом кафе быстрого питания пандус есть. Но пользоваться им невозможно. А здесь пандус слишком узкий для коляски. Во время рейда нарушения обнаружили едва ли не во всех заведениях. В городской инспекции по благоустройству возмущены таким равнодушием предпринимателей. И предлагают летние террасы вообще запретить. Но пока летние террасы продолжают работать. Их владельцев местные власти обязали устранить нарушения. И намерены провести повторную проверку. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.